Снимаю вам издалека талиба. Иностранные державы уже с давних пор испытывали интерес к Афганистану. Стратегически выгодное высокогорное расположение Афганистана на протяжении столетий делало его чрезвычайно привлекательным для чужеземных завоевателей. Это сказалось и на названии страны, прошедшему путь от Арианы Хорасана к Афганистану, где Алиф Эйнсан, Фа Фахмида, Ха Голаме А Аджнаби, Ан Намешават. Ну и Стан. Страна. Страна разумных людей, не склоняющих голову перед чужестранцами. Так переводится Афганистан. Ну что, где мы только не были? И в Латинской Америке, и в Азии, и в Европе в поисках армянских следов. А теперь добро пожаловать в Афганистан. Здесь тоже есть армянские следы, и о них я вам тоже расскажу. Но прежде чем начать, хочу поблагодарить министра культуры правительства талибов Исламского Эмирата Афганистан Мохаммеда Саида за помощь в организации съемок и предоставленные для этого для меня все документы. В древности через Афганистан пролегала знаменитая караванная дорога Великий Шелковый Путь. Все караваны, которые доставляли в Европу такие ценные товары, как пряности и шелк, должны были пересекать горные перевалы хребта Гиндукуш. Примерно с той самой эпохи и стали возникать на территории современного Афганистана немногочисленные армянские колонии, обслуживающие караваны своих соотечественников. Тем не менее, эти армяне не задерживались долго. Они были хоть и первыми, но непостоянными жителями Афганистана. Во всяком случае, первые письменные источники об армянах в Афганистане оставил в 1755 году миссионер-изуит Джозеф Тифенталер, сообщивший, что султан Ахмад Шахбадур вывез нескольких армянских артиллеристов из Лахора в Кабун, после чего персо-индийская епархия Джуфе направила в общину армянских священников. Далее, после этого, записи о присутствии армян в Афганистане оставляли ряд британских исследователей и путешественников, в том числе Джордж Форстер в 1793 году, Эдвард Стирлинг в 1828 году и Чарльз Мэйсон в 1832 году. Когда вскоре после Мэйсона в Кабул прибыл миссионер Джозеф Вольф, он проповедовал в армянской церкви, и, по его словам, община насчитывала около 23 человек. В 1793 году Джордж Форстер сообщил, что в Кабуле проживает около 100 армян. Также сказал, что несколько человек живут в Кандагаре и Герате. Александр Бернс сообщил, что в Кабуле проживал 21 армянин, тогда как генерал Джозайя Харлан утверждал, что их было 15. Ранее путешественники отмечали, что армяне производили вино, некоторые из них были членами личной охраны эмира, другие были торговцами, а некоторые владели землей между Балахисаром и Бутхаком. Чарльз Мэйсон, он же Джеймс Льюис, посетил Афганистан в 19 веке и задокументировал свое общение с афганскими армянами во время своего пребывания в Кабуле. Живя среди армян города, я каждый день был свидетелем условий равенства, на которых они жили среди своих соседей-мусульман. Армянин проследовал за трупом мусульманина до места его захоронения. Такой же знак уважения армусульмане проявили и к умершим представителям армянской общины. Они вместе посещали свадьбы друг друга и участвовали в мелких делах, возникающих в обществе. Армяне преподносили подарки на наврус, а армяне на свое Рождество. Если бы случилось так, что мусульманин женился на армянке, принявшей ислам, то и армяне ответили тем же – привели мусульманских женщин в свои семьи и приняли их в свою веру. Для христианина приятно жить среди таких толерантных и непредвзятых мусульман. Вино, производство и продажа которого в городе запрещено, армянам разрешено производить и употреблять. Чарльз Мейсон. Заметки о странствиях в Белуджистан, Афганистан и Пенджаб. 1842 год. Дадим слово моему собеседнику в Кабуле, изучавшему тему христиан в Афганистане, Мохаммеду Яма Хакин. Они были в фабрике или в афганистане, или в афганистане. В этом году они были в ней. И потом они были на очень много обеспечениях. Вомене Амир Абдураманхвон, когда был в Амир Абдурамонхон. Вомене Аминской области, которые приходят в Инглистане или Индустане, Я понимаю, что в Калийсо Армани был в Калийсо Армани. Я думаю, что в Калийсо Армани был. Нынче, Кочебарана – уже бедняцкий район. Живут ремесленники, но и далеко не самые благополучные жители Кабула. Дома, принадлежащие некогда армянам, облюбовали мусульмане. Впрочем, с тех пор тут ничего не изменилось. Те же улицы, те же дома, те же стены, только нет церкви и самих армян. Второй исторический район Кабула, где проживали армяне, это Балахисар. Куда мы с Яму Хакими тоже съездили, но в отличие от Кочи Барана, Балахисар уже не населен людьми. Остались лишь стены старой крепости Балахисарской, а внутри располагается армия талибов, ведущая сверху наблюдение за горожанами. Снимать тут небезопасно, поэтому сделали это как можно быстро, чтобы не попадать в поле зрения. Что касается армянам, как армянам были в годы Анадир Авшара и в годы Англии? Когда, у нас было вопросом, когда армянам были в амянам, Осталось Есть любопытная запись генерала-лейтенанта британской армии Джорджа Лоуренса, который в 1848 году получил в Пешаваре письмо от своего агента в Кабуле, в котором сообщалось, что четвертый сын Амира Дост-Мухаммад Хана, Амир Мухаммад Аззам Хан, планирует жениться на одной из дочерей Тимура, лидера армянской общины. Тимур, по-видимому, призывал Лоуренса использовать свое влияние на Амира, чтобы помешать браку. Лоуренс мешался, но был бессилен, так как брак заключался по любви, а не по принуждению. Доказательством тому было то, что дочь армянина Тимура не заставили принимать ислам. Она продолжила исповедовать христианскую веру, возможно, благодаря тому, что ее жених сам был по матери армянином. Свекровь приняла невестку в ее же вере. Позже она родила сына Мухаммада Исхак Хана, который в 1888 году, будучи губернатором афганского Туркестана, восстал против своего двоюродного брата Амира Абдеррахман Хана. Но восстание было подавлено, а Исхак Хан бежал в контролируемый Россией Самарканд. Тут еще один такой момент по поводу Амира Азам Хана. Он очень дружил с афганским средневековым поэтом Ашкари. Они были большими и лучшими друзьями, и Ашкари посвятил ему стихотворение, которое нам прочтет сейчас на языке оригинала, на Дари, наш уже нам всем знакомый, Яму Хакими. Спасибо за субтитры Алексею. Субтитры Алексею. Субтитры Алексею. Спасибо. Вот так вот. Субтитры Алексею. 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 все это, конечно же, восстановится. Ну, как сказать, будем ждать. Также я не мог не заглянуть в один из красивейших уголков планеты, в Бан-де-Амир, озеро Зульфугар. Обратите внимание, какие здесь места. Туристами они не облюбованы, от того времени испортила дикую природу. Те же талибы строго наказывают местных жителей, если они оставляют после себя мусор. Талибы патрулируют здесь, да и надписи во многих местах напоминают посетителям о соблюдении чистоты. Афганистан – это нетронутая природа, это невероятные красоты, которые я вам по ходу дела и показываю. Более того, я вам специально не показываю талибов, чтобы никого не смущать. Ну, во-первых, они не очень-то и любят сниматься. Во-вторых, уболтать можно. Ну, а в-третьих, даже если и уболтать, и снять, ну, это будет не совсем, наверное, правильно, потому что не все страны мира признали это талибское государство. Так что мы здесь по армянам. А если вам понравился по ходу дела Афганистан, хусюмадий, добро пожаловать. Эхо тут, конечно, тоже такое девственное, нереальное. Ну как? Обратите внимание на вот это белое пятнышко. В этом сине-голубом озере это светится мрамор из глубин озера. Вот такой Афганистан. А вот, ребят, пока я здесь прогуливался, в этом великолепном месте, встретил, естественно, здесь таких местных жителей, очень интересных, приятных. И с одним из них я разговаривался, Фахим его зовут, и поговорил на тему вообще истории армян тоже здесь, в Афганистане. Меня удивило то, что он знает не только об этом, но он еще знает и о современной Армении, о современных армянах, то, что происходит, ну, например, скажем, между Азербайджаном и Арменией. Фахим, о чем вы знаете Армании? Хорошо. В первую очередь, я хочу сказать, что Армении есть в стране с Афганистан. В то время, когда Армении в Канлеб Айсав, они были в Афганистане, они были в Афганистане, они были в Афганистане, они были в Афганистане. Спасибо за просмотр! Классная вода, никогда не пил из озера, а это вот единственное озеро в Афганистане, где я пил, к воду. Снимаю вам издалека талиба, только так пока. Вот еще одно такое замечание, я скажу. Талибы, в отличие от прежних властей, щепетильно относятся к окружающей среде. Этот национальный парк, здесь написано, давайте вместе сохраним первозданность нашей природы. И так, такие вот записи по всему национальному парку. И вот здесь вот тоже написано, что запрещено рыбачить. В общем, все очень чисто. Вы сами видели, я пил воду из этого озера. Ребята, я влюбился в эти края. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать об армянских следах Афганистана. Конечно же, большее вы узнаете в моих книгах. Первый том «Записки странствующего армянина» вы уже можете приобрести прямо сейчас, если заглянете в описании данного видео. Но конкретно об Афганистане вы узнаете в последующих томах моей книги. Ну и, конечно, где бы как ни в Мазаре Шарифе, я бы хотел записать финал. Финал обычный, естественно, по армянским следам Афганистана. Все, что я знал, я вам рассказал. Надеюсь, вам понравилось. И, ну, захотелось мне закончить именно здесь, в Мазаре Шарифе, в этом святом для многих мусульман городе. Да, и, кстати, пока не забыл, вы услышали стихи о Шкари на тему Армани Зада, который прочел нам наш друг Мохаммед Ямо. И теперь вы можете даже послушать песню, потому что, насколько я знаю, несколько было записей, переложений, скажем так, этого стихотворения на музыку. И одну из песен исполнил афганский артист Саддих Шабаб. Ссылка будет под этим самым выпуском, поэтому можете насладиться в полной мере. Ну, а я с вами прощаюсь и до встречи в очередной новой стране по армянским следам.